Взрослее мы забываем свое раннее детство, забываем те мелочи, которые в какой-то степени определили наш характер, но в глубине души память все-таки хранит самые яркие моменты. Они приходят к нам отрывками, как фильм, который ты смотрел очень давно и помнишь только самые яркие его сцены. С одного такого воспоминания и начинается моя история. Мне было всего 5 лет, когда я впервые увидела старый французский фильм. Все на экране казалось волшебным. Мерцающая эфелевая башня, праздничные огни Елисейских полей, в воздухе витал какой-то необыкновенный дух праздника. Не понимая ни одного слова и несмотря на свой юный возраст, я все же смогла прочувствовать всю красоту, мелодичность и изящество этого языка. Я четко поняла, что хочу уметь разговаривать на этом языке и твердо решила, что так оно и будет. Это желание стало моей самой заветной мечтой. И в 2002 году, когда она пошла в первый класс, когда был выбор между идти в английский класс или во французский, мы, естественно, помня свое намерение, без раздумий отдали ее во французский класс, который будет изучать более углубленно французский язык. Я счастливый человек, потому что для меня уроки французского в школе никогда не бывают скучными. Эти 45 минут дают возможность мне прочувствовать себя там, во Франции, в сказке моего детства. И, конечно, это не только мое личное влечение к этой стране, но и заслуга Людмилы Андреевны, педагога, с которым мне в школе, несомненно, повезло. Ведь, как сказал Жан-Жак Руссо, скучные уроки годны лишь на то, чтобы внушить ненависть и к тем, кто их преподает, и ко всему преподаваемому. Так вот, я и мои одноклассники избежали этой участи. Ни один наш урок не похож на предыдущий. Они всегда были разные, очень интересные, и каждый из них по-своему уникальный. Я сама с первого класса хотела учить французский, но Людмила Андреевна привела мне еще больше интереса к языку, именно французскому. Она дала мне базовые знания, и сейчас также, кроме того, что она учит французскому языку, также она учит общему развитию. Я преподавала так, чтобы у нас был стимул продолжать учить именно новые языки, кроме французского, и также узнавать что-то новое о мире. Уроки французского языка также помогли мне найти настоящих друзей и единомышленников. В моем классе довольно небольшая группа учеников, изучающих французский язык, но тем не менее, подобрана она крайне удачно. Мы очень дружны, вместе учим язык и вместе путешествуем. У нас очень хорошая 11-я, у нас очень хороший класс, там, по-моему, 10 аутомбилдийцев, в том числе и Наргисы, они вообще-то дружные очень. И успешные дети, успешные, они там есть несколько прессеров. А группу я говорю, что если бы не они, может быть, я уже не работала, потому что это удовольствие. А уже в восьмом классе Людмила Андреевна предложила мне принять участие в Олимпиаде. Видя мой интерес к своему предмету, она сказала, что я могу поначалу просто проверить свои знания по французскому языку. Меня охватывали противоречивые чувства. С одной стороны, я была очень рада, что мне предоставилась такая возможность. С другой стороны, мне не хотелось подвести своего учителя. Ведь участвовать в любом соревновании в первый раз всегда волнительно. Ну, первый раз, конечно, было сложно, такое волнение, какие-то новые для меня задания. Вот, это была хорошая проверка для меня, моих знаний. Достигнув этой маленькой победы, я решила вновь участвовать в Олимпиаде и в следующем году. В девятом классе мой педагог решила, что я готова принять участие за десятый класс. Это означало, что заняв место на городском туре, я имею право пройти на республиканский уровень. Ну, во-первых, можно сказать, что Олимпиада проходит два тура, то есть два тура в два дня. Первый тур – это письменный тур, а второй тур – это устные задания. И, то есть, на французском мы называем это экспрессион-ураль, то есть мы говорим по определенной теме. Рассказываем какую-то тему, например, спорта, либо просто о Франции, что-либо. Вот в таком плане. Дважды я принимала участие в республиканской Олимпиаде и занимала вторые места. И вновь меня переполняли противоречивые чувства. Я понимала, что республиканские соревнования – это совсем другой уровень, и нужно еще и еще совершенствоваться. В любом случае, полученный опыт был незабываемым. Я познакомилась с новыми людьми, узнала много нового об Олимпиаде, о городах Казахстана, таких как Караганда и Тарас. Я всегда им сочувствую, я всегда им где-то завидую, потому что сейчас столько много информации, столько учебников. И ведь мы с 96-го года сотрудничаем с посольством Франции. Вот, они им очень помогают. Мы работаем только по французским методикам. Но для меня это было бы недостаточно. Мне хотелось изучать французский еще и еще. Мало кто знает, но есть в Казахстане кусочек Парижа и Лазурного берега. Это французский альянс. Поэтому в девятом классе я начала ходить к ним на тренинги и консультации, чтобы как можно глубже изучить историю, культуру и традиции французского народа. Я работала в Англии, Германии. И вот впервые приехала в Казахстан. У ваших ребят есть одно преимущество. Это разделение на группы. Во Франции такого нет. Четверо ребят из этой группы посещают альянс, и у них очень высокий уровень С1. Это высокий уровень для их возраста. Занятия у нас проходят три раза в неделю. Кроме того, существуют круглые столы, но самое главное, мы можем заниматься волонтерством. Быть добровольным помощником – это очень увлекательно. Во-первых, это новые знакомства. А во-вторых, ты ощущаешь свою значимость и стараешься сделать людям добро. Например, помогаешь иностранцам освоиться в нашей стране, рассказать о Казахстане и донести свою любовь и уважение к своей родине. Я участвую в волонтерствах как переводчик или на любых мероприятиях, где нужен французский язык. Помогаю. Благодаря французскому я знакомлюсь с новыми людьми, иностранцами, французами, общаюсь с ними. Конечно, достичь подобных результатов невозможно без поддержки родных. Мои родители никогда не давили на меня. Для них самым важным желанием было видеть меня счастливой. Когда я была ребенком, они приходили на мои тренировки по плаванию, и мы вместе получали удовольствие. Наша главная задача родителей – создать условия и поддержать ее в ее начинаниях. Самое главное – воспитание ребенка, человеку придать уверенность в своих силах и именно убеждение, что все под силу. Необходимо только проявить старания. А, естественно, в каждой семье растет гениальный ребенок. Я думаю, что мой ребенок не исключение. Поэтому мы никогда не сомневались в ее возможностях и были уверены в успехе. Уже столько времени во мне живет любовь к французскому. Мне нравится эта непередаваемая атмосфера любви, загадочности и волшебства, которые окружает язык. Я учу его потому, что точно уверена, кем бы я ни стала в будущем, этот иностранный язык точно будет в нем. И я навсегда сохраню частичку франции в своем сердце. И я знаю, всего можно достичь, когда вкладываешь в свое сердце душу и желание. Субтитры создавал DimaTorzok